Здравствуйте, любители аудиокниг, страстей и пошлых развлечений. Хочу заметить, что полная книга доступна по ссылке в описании. Ну а если вы мужчина и хотите пошалить по телефону, вторая ссылка под видео. Звоните! Эмилия Грин. Дурное поведение. Читает Тамара Некрасова. Пролог. Point of view. Агния. И целуй меня везде, восемнадцать мне уже. Лёлька обвела танцующую публику хмельным взглядом. По традиции в день Святого Валентина меня ждала обширная программа и дело не в любом на морковной начинке популярного праздника. В свои семнадцать о любви я знала в общих чертах. На примере пестиков и тычинок. Да и не особо страдала. Потому что все силы уходили на подготовку к поступлению в ВУЗ. Дело в другом. 14 февраля родилась моя лучшая подруга Ольга. Шумная блондинка с аппетитными формами слыла ходячим стихийным бедствием, постоянно втягивая меня в сомнительные истории. Сегодня Лёле исполнилось восемнадцать. И я с тревогой косилась на полупустую бутылку шампанского. Щеки именинницы порозовели. А ведь любимая Лёлькина рок-группа «Вепри» еще даже не начала выступление. Машинально потерла переносицу, обнаружив на подушечках пальцев серебристые звездочки. Я примчалась на праздник сразу после городских соревнований по эстрадным танцам, не успев избавиться от сценического образа. Иначе бы опоздала. До сих пор вздрагивала, встречаясь со своим отражением в кривых зеркалах задымленного помещения. Даже мама не узнала бы. «Так, дамы, теперь мой ход. Лёль, а слабо выпить залпом бокал шампанского?» Лукаво прищурилась Светка. В ожидании концерта мы с девчонками играли в слабо. Я энергично замотала головой, всем своим видом показывая, что против этой затеи. Но, увы, Ольга уже вошла во вкус. Глазом моргнуть не успела, как подруга слезнула с губ последние капли шипучего алкоголя. «Агния, что бы такого тебе придумать?» Лёля со Светой переглянулись. В этот момент ведущий объявил. «Внимание! Сейчас мы определим самый горячий французский поцелуй вечера. Парочки, прошу на сцену!» А слабо пригласить на конкурс вон того парня за козырным столом. Я поморщилась, проследив за взглядом подруги. «Ты что, рехнулась? Он же с девушкой!» «Ну и что? Я же взяла телефон у бармена десять минут назад!» Отмахнулась раскрасневшаяся Светка. «Тебе всего лишь нужно подойти к нему и предложить поучаствовать в конкурсе». Вновь повернула голову, разглядывая пару. Они выглядели как пассажиры элитного класса Титаника, которые ради экзотики спустились в отсек для бедняков. Не могла разглядеть лицо парня. Зато его спутница производила впечатление медузы Горгоны. И мне совершенно не хотелось попадаться ей на глаза. «Агния, ну ты чего? Это же весело!» «Да ей слабо!» Расохоталась Светка. «Раз ей слабо, тогда пойду я!» Лёля резко поднялась, похлопав себя по внушительной груди. Подруга вскинула подбородок, на полном серьёзе собираясь к соседнему столу. Во рту пересохло. Её взгляд, аля мне море по колено, не предвещал ничего хорошего. Поэтому я выпалила. «Нет уж, сама пойду». В честь Дня Святого Валентина сегодня во всех клубах страны творилось настоящее вакханалие влюблённых сердец. «Окей, Гугл, чем закончится эта ночь?» – прошептал собеседница, еле ощутимо прикусывая мочку. «Гугл с тобой не разговаривает. И я тоже». Марика игриво погладила меня по бедру. «Чем же я так провинился?» «Ты был слишком груб, кровопийца. Мне пришлось полчаса замазывать на шее отпечатки твоих зубов». Пальцы подружки скользнули вверх по ноге. Давление внизу живота подскочило. Никто не жаловался. Щёлкнул брюнетку по носу, нехотя поворачивая голову, потому что кто-то потянул за плечо. «Рус, можешь покараулить возле женского туалета?» Невинно улыбнулся брат Гведон, приобнимая за талию худосочную блондинку. «Я что, похож на сортирного досмотрщика?» Сложив ладонь пистолетом, направил оружие родственнику в лицо. Тот лишь отмахнулся, сосредоточив масляный взгляд на прелестях моей спутницы. «Согласен. Марика получила титул «Мисс Москва-2019» абсолютно заслуженно. Грузинские корни отвечали за взрывоопасный темперамент. А тяжёлые каштановые волосы и раскосые оливковые глаза привлекали внимание мужиков. «Отвали Гведон!» «Не видишь, мы заняты!» Хмуро свел брови, поглаживая колено подружке. «Тогда попрошу близнецов». Сквозь зубы процедил брат. К счастью, они с прицепом моментально растворились в толпе отдыхающих. «Руслан, ну поехали в Сиксте. Там одни камеры. Ты же знаешь, у меня уже 200 тысяч подписчиков в Инстаграм. Я должна мелькать на модных тусовках. Улыбочку?» Марика навела на нас одну из трёх камер последнего айфона, презентованного ей за хорошее поведение. Я поморщился. На дисплее появились наши лица с коронами на голове. Рома Вепер лично позвал нас с братьями на концерт. Я не могу уйти, не поздоровавшись. «Сегодня же ночь Святого Валентина. Я думала, мы как следует отметим». Мисс Москва сморщила нос, обводя публику с нисходительным взглядом. Несмотря на то, что мы допивали самую дорогую бутылку шампанского из барной карты, — Марика хмурилась. «Этот клуб отличался от тех заведений, где мы обычно отдыхали. Здесь всё гораздо демократичнее, а народ отрывался, как в последний раз. «Внимание, сейчас мы определим самый горячий французский поцелуй вечера. Парочки, прошу на сцену!» — объявил ведущий. «Пошли!» — неожиданно заглянул подруге в глаза. Я выпил всего бокал, но от того, что делал это редко, алкоголь ударил в голову. Ощутил острую потребность на один вечер отключить мозги. «Орать песни, прыгать, танцевать!» «Царёв, ты с ума сошёл! Посмотри на эту кучку неудачников! Я не собираюсь стоять с ними на одной сцене!» «Не забывайте! За самый горячий французский поцелуй победители получат две тысячи рублей!» — не унимался ведущий. «Представляешь, можем выиграть два косаря!» — азартно рассмеялся. Марика покрутила пальцем у виска. «Иногда хотелось застрелиться от того, что моя фамилия Царёв. И мы с братьями — наследники крупнейшего в стране состояния!» «Извините!» — резко развернулся, ощутив, что меня пригвоздили к месту. «Вы не составите мне пару в конкурсе!» Невысокая брюнетка с ультрамариновыми глазами стояла ни жива, ни мертва, сконфуженно улыбаясь. Я мазнул взглядом в сторону, быстро сообразив, в чём дело. Через пару столов от нас бодро жестикулировала стайка девчонок. Судя по всему, незнакомка с космическими глазами проспорила желание. Или что-то в этом духе. «Эй, ты ничего не попутала?» Марика кровожадно облизнулась. «Прошу прощения, я ошиблась». Незнакомка с облегчением вздохнула, сделав шаг в сторону. Но я удержал её запястье. «Идём!» — хрипло приказал, ощутив, как кровь долбанула в виски. Миг, и я потащил девчонку на сцену. «Командир, мы тоже участвуем!» — отрапортовал ведущему ребром ладони. Я развернул девушку к себе лицом, прижимая её к своему животу. «Ты что творишь? Это недоразумение! Мы с девчонками играли в слабо!» — запричитала она, пытаясь вырваться. «Шш! Что самое безбашенное ты делала в своей жизни?» Брюнетка растерянно покачала головой. Краем глаза заметил, как Марика вылетела из клуба. «Если хорошо постараемся, можем выиграть две тысячи рублей!» — подмигнул, сдерживая приступ истерического хохота. Правда, забыл добавить, что за сегодняшний вечер спустил больше тридцати штук. И это только начало. Мы стояли в конце очереди влюблённых пар, внимательно разглядывая друг друга. На её щеках мерцала россыпь звёзд, а глаза манили неестественным ультрамариновым блеском. Просто космос. Наконец незнакомка встала на цыпочки, потянулась к моему уху. «А что самое безбашенное делал ты?» «Секс в кабине фуникулёра». Я опустил взгляд и начал любоваться её телом. Брюнетка охнула, ударяя меня ладонями в грудь. «Шучу! Но и до фуникулёра когда-нибудь доберусь!» Добавил, испытывая дискомфорт в узких джинсах. Я всего лишь хотел позлить Марику и не заметил, как начал подкатывать к незнакомой девчонке. «Прости, но это ошибка». Она побледнела, отступая на шаг. Пришлось импровизировать. «Да брось! Я целоваться-то толком не умею! Какой мне секс?» Переплёл наши пальцы. «Ты плохо целуешься?» Переспросила с таким искренним недоверием, что я почувствовал себя конченным вруном. «Зуб даю!» Пристально посмотрел в космические глаза. Её зрачки были расширены, а радужка покрыта фиолетовыми вкраплениями. «Просто я тоже. Так что сейчас будет полный экспромт». «Б***! Да она с луной свалилась!» «К счастью, я кое-что читала поцелуях. Так что просто повторяй за мной!» На лице брюнетки появилось такое невинное выражение, что я стал возбуждаться. «В отличие от брата, я разборчив в связях и не испытываю кайфа от быстрого перепихона в туалете клуба». Однако ситуация будоражила сознание. Её дерзкое приглашение взорвало мои принципы. Взгляд упал на сливовые губы. Они были влажными и полуоткрытыми. У меня встал, как у недотраханного подростка. «Как ты смотришь на то, чтобы немного потренироваться?» Некоторые пары уже отстрелялись. Неумолимо приближалась наша очередь. «Да, я собирался выиграть конкурс на лучший французский поцелуй. Жаль, в программе не было состязания на лучший секс». «Знаешь, наверное, это плохая идея». Незнакомка посмотрела через плечо в сторону лестницы. «Я же не кусаюсь». Очередная ложь. «Кусаюсь. И ещё как». Изо всех сил сдержался, чтобы прямо сейчас не прихватить зубами полные губы. «Мне правда неловко. Да и твоя девушка». Я притянул брюнетку ближе, давая себя прочувствовать. Мы оба задышали чаще, на этот раз обходясь без лишних слов. Вокруг орала музыка. Клубные прожекторы слепили глаза. Неистово дрыгались танцоры и целовались влюблённые пары. Всё это не ввязалось с привычным образом моей жизни. Учёба на факультете управления МГИМО. Стажировка в бизнес-империи отца. Ежедневные конные тренировки. Но вчера я выиграл кубок, разрешив себе небольшое послабление. Скользнул взглядом по её изумительным сиськам, испытывая приятную дрожь в теле. Сука, космос! Незнакомка нервно покусывала губу, пока я пытался вернуть трезвость мыслей. Вряд ли мы ещё когда-нибудь пересечёмся. Есть только этот безумный миг. Её сливовые губы напротив моих. Внизу живота уже дымилось, словно чиркнули спичкой. Я провёл ладонями по её рукам, уверенно перемещая их на миниатюрную талию. Тёмные волосы блестели, как зеркало. Брюнетка зажмурилась, когда я стал ощупывать её бока, представляя стройное тело без одежды. «Всё-таки не стоит», – промямлила она. Я кивнул в ответ, наклонился и взял девушку за подбородок, прижимаясь губами к её шее. Мы замерли. Фонтан горячей крови ударил в пах. Возбуждение усиливалось. Девчонка не шевелилась, пока мурашки с моих губ переползали на её сладкую кожу. Блин, меня разрывало. Ощущая, как её колотит, скользнул промеж оттопыренный губ языком и принялся настойчиво целовать её. Поочерёдно посасывал и покусывал, жалил и дразнил, пытаясь настроить на нужный лад. Мысленно уже раздел её и отнёс кровать, напитавшись взглядом на умопомрачительное тело. Достал из ящика Пандоры свои игрушки. Я точно знал, чем её удивить. Мой язык напирал, в то время как её почти не двигался. Только тут дошло, что она не отвечает на поцелуй. Резко отстранился, заглядывая в глаза. «Да, извини, но...» Девушка выпорхнула из объятий, оставив меня в дураках. Ей что, не понравилось? Невидимая пощёчина обрушилась на лицо. Я только вошёл во вкус и не планировал так скоро прерываться, поэтому побежал следом. «Постой! Да постой ты!» Дёрнул её за руку, резко разворачивая. «Мне жаль, что лишила тебя двух тысяч рублей. Но это всё дикость какая-то. Я даже имени твоего не знаю». «Если мы познакомимся, можно будет продолжить?» Молитвенно сложил ладони, вздохнув с облегчением. Когда уголки сливовых губ дрогнули. «Это безумие. Мне уже пора возвращаться за стол. А тебе лучше помириться со своей девушкой», воскликнула она, переводя дыхание. «Можно я украду тебя всего на час? А потом верну обратно. Обещаю. Прокатимся на моём баклажане». Аккуратные брови взметнулись ввысь. «У тачки цвет баклажан. А ты о чём подумала, скромница?» Я хитро улыбнулся. «Это первая девушка, которая не пришла в восторг от моего поцелуя. Нужно срочно исправить ситуацию». «Хорошо, но только на часок. Пойду попрощаюсь с девчонками». Неожиданно согласилась она. Мы договорились встретиться на клубной парковке. Я протиснулся через толпу обкуренной молодёжи у раздевалки. С боем добыл пуховик. И, накинув его на плечи, вышел из душного помещения. Февральский мороз остудил пылающие щёки. Бросил взгляд на Лексу с тёмно-баклажанного оттенка, раздумывая, чем бы удивить девчонку с космическими глазами. Первый удар пришёлся в затылок. Я попытался развернуться, едва ли не оглохнув от звона в ушах, когда чьё-то колено приземлилось под дых. Их было трое или четверо. Запоздал и выставил защиту. Через секунду повалился на промёрзший асфальт. Картинка перед глазами смазалась, а затем и вовсе померкла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова